Жители Первомайского района смогут значительно экономить на лекарствах. Здесь открыли аптеку социальных цен муниципальной сети. Такие филиалы в Дзержинском и Кировском районах города уже зарекомендовали себя. Ведь препараты продают с минимальной торговой надбавкой. Это означает, что скидка от среднерыночной стоимости 20%. Вместе с первыми покупателями аптеку на улице Марии Ульяновой посетила и наша съемочная группа. У Анны Ильиничной, как у многих пенсионеров, шалит сердце. А еще хроническая астма и варикоз. В месяц на лекарства уходит от 3 до 5 тысяч рублей. При нынешних пенсиях приходится держать руку на пульсе цен. Поэтому в день открытия социального филиала муниципальной аптечной сети в Первомайском районе пенсионерка в числе первых покупателей. Где-то сэкономила я на рублей 500. Это для меня чувствительно. Потратила я полторы тысячи. Вот считайте, что тысячу полторы. Так бы я заплатила две тысячи, а это только полторы. Конечно, это очень существенно. Гетролекс, 60 таблеток. Здесь стоит 1350, а так он 1700-1800. Здесь она была очень нужна. Я считаю, цены здесь очень хорошие сейчас. В сравнении даже с самыми недорогими аптеками. Это аптека на улице Марии Ульяновой 1, третий социальный филиал в городе. В отличие от других аптек, здесь торгуют с минимальной допустимой надбавкой – 6%. В то время как в коммерческих пунктах она составляет почти треть цены и даже больше. Вот у нас первый филиал, который начал работать в декабре прошлого года. И за это время уже люди позволили себе сэкономить 10 миллионов рублей. Аптека номер 220 – уже 2 миллиона рублей. Люди заплатили денег за средства меньше на приобретение лекарственных препаратов. Первые итоги работы этой аптеки посетителей много. И приходят с целым списком покупок. Уже у нас 200 продаж сегодня было. Люди идут, спрашивают. Главное, нам с этим товарооборотом справиться. Если в первые дни препаратов не хватит, их закажут в других филиалах сети, чтобы обеспечить жителей района недорогими препаратами. Каждый житель, каждый гражданин Российской Федерации имеет право на охрану здоровья. То, что мы видим сегодня, это как раз то, о чем написано в Конституции. Анатолий Локоть после открытия нового филиала отмечает. Такие аптеки должны быть в каждом районе. Очень важно для ветеранов, для тех, кто пользуется, не самых богатых людей, чтобы это было. Я думаю, что 20% это заметно будет. И первомайцы оценят. В планах уже открыть социальную аптеку для жителей Октябрьского и самого крупного Ленинского района, чтобы не приходилось ездить далеко за дешевыми лекарствами. Вероника Иванова, Дмитрий Канн. Новосибирские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова